Дорогие друзья, Открытие в Кишиневе нового центра по продаже керамической плитки, санитарной керамики, ведущего белорусского предприятия «Кераминсобытие знаковое». Оно краснолючиво свидетельствует о развитии делового сотрудничества между нашими странами. Отрадно, что одна из старейших производств Беларуси, которая ведет свою историю с начала 20 века, каждый год усиливает свои позиции на рынке Содружества независимых государств и Европы. Наше предприятие имеет высокий авторитет среди партнеров благодаря современному стилю, хорошему дизайну, отличному качеству и широкому выбору выпускаемой продукции. Она хорошо известна в Молдове. Не случайно, 10 лет подряд торговая марка «Кераминс» становилась победителем национального конкурса «Торговая марка года в Молдове» с вручением Гран-при «Золотой Меркурии». Новый, крупнейший, тишиневый центр позволит поднять уровень организации обслуживания покупателей. Этому послужит и то, что кроме керамики здесь представлена качественная продукция и других белорусских производителей. Словом, этот центр – это дорога Белоруссии в Молдову и наоборот. Здесь мы будем представлять вам большую гамму товаров, которые производятся в Белоруссии. Руководством «Керамин Кишинев» принято решение о выделении белорусской общины Молдовы площадей для размещения здесь центра белорусской культуры имени Янки Уфалы. Я вам за это весьма благодарен. Это великая подвижническая миссия наших предпринимателей в Кишиневе, молдавских предпринимателей. Уверен, что этот центр станет привлекательным островком белорусской земли в Молдове и будет способствовать продвижению белорусской культуры, укреплению дружбы между нашими народами. Уважаемые друзья, может быть такое высокое представительство с условиями двух президентов, представителей общественности Молдовы и даже церкви, казалось бы, для такого центра может быть излишним. Нет, не излишним. Это только начало и символ предстоящего масштабного сотрудничества между нашими странами. В этом вы можете быть убеждены. Мы вчера с господином президентом и сегодня с руководителями парламента вашего правительства провели очень серьезные встречи и переговоры. Накануне работали специалисты. Мы для себя наметили ориентир, что те 400 миллионов долларов товарооборота, которые мы имеем сейчас между двумя странами, должны быть удвоены. И мы должны выйти на миллиард долларов. Мы это можем. И вот это, если не начало, то серьезное продолжение наших договоренностей. Очень много здесь говорилось о проблемах, о сложностях, о некоторых вопросах, связанных с позицией Российской Федерации в отношении Молдовы. Дорогие друзья, все это преодолимо. Все преодолимо. Только надо сплотиться и в этом направлении действовать. Мы в этом процессе вам будем хорошими попутчиками. Благодарю вас.